Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня, девчонки, у меня такой вот анонс. Решила я, так как у меня определенные обстоятельства, вот, и так как на вот этот вот пуловер мужской джемпер очень много отзывов было из обзора, я ссылку на обзор поставлю, кто не знает, о чем речь, вот, я ссылочку оставлю под видео в описании, посмотрите обязательно обзор, вот, и больше всего, как бы, ваших позитивных отзывов, все они, конечно, классные, картиганы из фитера мужские, ничего не могу сказать, очень уж мне нравится, вот, ну, и первый вообще фаворит, 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 вот, там со стойкой воротником, на молнии с карманами, вот, я сейчас его вставлю, покажу, вот, чтобы вы понимали, о чем речь, вот, и второй там есть, значит, такая же модель, но с капюшоном, и сразу же снимаем вам видео, чтобы у вас было время, как бы, поразмыслить, и быстренько ко мне присоединиться, я сделаю этот кардиган в форме совместника, потому что, я же говорю, я думаю, вы в курсе, ну, те самые активные, самые активные мои зрители, что у меня некоторые такие семейные обстоятельства, и я боюсь, что если я начну его вязать, а потом у меня не будет времени его доделать, вот, поэтому я начинаю вязать сейчас, и вы, и буду выкладывать видео, ну, поэтапно, вы, пожалуйста, в чем плюс, я считаю, плюс в том, что я смогу, вы можете начать одновременно со мной, и я буду вас ждать, я не буду продолжать дальше, потому что, во-первых, тех, которые опытные, тоже обязательно прошу присоединиться, у вас же опыта, если всех вас собрать в пять раз больше, чем у меня, поэтому ваши советы нам тоже очень будут нужны, и плюс еще в том, что я смогу потом, если у вас будут свои вопросы дополнительно, как бы, в промежутках между этими этапами, до снять видео с ответами на вопросы, либо кусочек практического видео, да, если какой-то момент, какой-то, как бы, участок вам будет непонятный, то есть, я думаю, что это намного удобнее, чем готовое видео, в котором я уже, если честно, я, когда снимаю видео, я его смонтировала, смонтировала, выложила в YouTube и забыла, вот мне уже задают люди там вопросы, лицевая и изнаночная по узору, я уже не помню, мне уже нужно пересмотреть видео, чтобы ответить на вопрос, вот я уже вяжу следующую, либо еще дальше я нахожусь, бывает так, что видео у меня месяц в процессе, и я уже действительно не помню сам процесс, потому что у меня голова, она занята другим процессом, поэтому здесь у вас будет возможность задать вопрос и получить ответ на этот вопрос, будем вязать одновременно и быстренько мы все одновременно получим результат, вот вязать будем, сразу говорю, японским плечом, карман будет, воротник стойка будет, японское плечо будет, вшитие подробной омолнии будет, плюс еще я что придумала, что сначала я сделаю с воротником стойкой, потом его распущу и сделаю еще вариант как бы с капюшоном, то есть оба варианта у нас будут, девчонки, и потом посмотрим, если эта практика у нас зайдет, если понравится, мы можем потом связать все-таки чуть попозже, и этот с шалевым воротником, и вообще практиковать такой формат, в общем мы видим, давайте это будет эксперимент для нас, и для меня, и для вас, так, сейчас по пряжи, девчонки, вот я навязала образцов, я скажу сразу, что мужчина у меня нет, есть зять, но ему я вязать не буду, потому что мне, чтобы вязать на него, мне нужно в процессе мерить, есть у меня манекен, который китайского размера, маленького, но это, знаете, это хорошо, потому что мне нужен кардиган, такой я сижу очень много, поэтому я пытаюсь ходить, ходить на пол, ну в общем, выполнять свои 10 тысяч шагов положенные раз в день, каждый день, поэтому мне нужна какая-то такая кофта, порт под куртку на прогулке, да, на зиму, и вот я решила, что я этот кардиган свяжу как мужской, а носить его буду под куртку сама, поэтому не пугайтесь, что вязать я буду вот такого вот, с розовым оттенком, потому что в итоге он останется, этот кардиган мне, вот если будем уже тот шаревым воротником вязать, то я уже буду вязать зять, ну так мне срочно самой нужна какая-то кофта на прогулке, поэтому этот, именно этот будет мой, вот, что по пряже, девчонки, вот смотрите, навязала я образцов, как бы приблизительно, чтобы мы попали с вами в одинаковую плотность, спицы будут 3 миллиметра, потом обо всем мы еще будем говорить в следующем видео, сейчас я скажу вам, покажу вот эти вот образцы, и скажу, что из чего, вот первый образец я вязала, это Аризенгур Ареал 40, здесь у нас 480 метров в 100 граммах, цвет, если нужно, какой-то классный такой, какая-то оливка или фисташка, 300, цвет 300, если вдруг будете заказывать, кстати, кто с Украины, пожалуйста, под видео ссылочка в описании, любую пряжу вы можете заказать, в течение недели, она будет у вас, и вы со мной можете начать одновременно, потому что первое видео, я так предполагаю, будет не раньше выходных, по составу здесь 40% шерсть, 60% акрил, и вот получается, да, и скомбинировала я ее с SuperLana Tic, здесь у нас всего 25% шерсти, и остальное акрил, вот получилось такое, как бы в два сложения, вот это супер теплое для мужчины, оно не очень-то, да, а вот так промиксовать, вроде бы как и пушок, какой-то там есть, да, потому что все-таки зимняя вещь, и вроде бы оно разбавлено вот этой вот пряжей, такой получается нейтральное, но мне очень вот это понравилось, но так как у меня цвета такого женского нет, а вот это, этот зеленый, все оттенки зеленого мне не идут, я становлюсь сразу же сама вся зеленая, поэтому этот я вязать не буду, но вот эту комбинацию, я бы вам рекомендовала, если по цвету рекомендации, то это 300, Angora Real 40, и 152 SuperLana Tic, вот такое вот, не знаю, передаст ли, конечно, экран, это все дело, узор у нас будет, полупатентная резинка, все как в оригинале, вот такой вот образец я связала, вот этот мой, в принципе, фаворит, вот он, да, вот я написала, что у нас здесь, Alize Angora Real 40, плюс SuperLana Tic, далее, можно взять SuperLana Tic, просто без добавления, вот этой пушистой нити, в два сложения, тоже прекрасно, смотрите, шикарно получается, кому не нужно, кто живет в таких местах, как я, где не нужно очень тепло одеваться, у нас тепло, поэтому мне бы хватило, вот 25% шерсти, пряжа вот эта, бюджетная, дешевая, доступная, и на свои деньги, она полностью выполняет свои функции, 25% шерсть, 75% акрил, в два сложения, это тем, кому сильно тепло не нужно, вот, вот, Alize SuperLana Tic, в два сложения, далее, еще один образец, я связала, вот, вот, где оно, Alize, Лана Голд, вот, 800, Лана Голд, 800, 800, в три сложения, здесь у нас 49 шерсти, это уже теплая вещь, но без ворса, как бы, тем, кому не нравится, вот, этот пушок, как бы, вот, 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 это в три сложения, Alize, Лана Голд, 800, плотненько, тепленько, без ворса, так, далее, что у нас далее, далее, у меня, вот этот, вот, четвертый, образец, Ангора Голд, здесь тоже у нас, бюджетно, из бюджетной серии, самая дешевая пряжа, из серии, Ангоры, и, нравится она мне, 20 процентов шерсть, 80 процентов акрил, плюс, вот, это, вот, Superlautic, которая тоже у нас, 25 процентов шерсти, и 75 акрил, вот такой вот образец получается, шикарнейший, на мой взгляд, кстати, если вы посмотрите, то видео, все, абсолютно все, модели связаны, вот, из микса разных цветов, вот, посмотрите, то, вот, посмотрите, в тое видео, девчонки, потому что, чтобы вы понимали, о чем я говорю, то есть, вы можете, используя, вот так вот, разные, разные по фактуре пряжи, вы просто, намиксуете себе цвет, который вы хотите, понимаете, и это вообще, очень удобно, во-первых, во-вторых, удобно, потому что, можно использовать остатки, вот, сколько пряжи уйдет, девчонки, я не знаю, вот, честно, я не могу вам сказать, единственное, что я могу сказать, заказывайте, две упаковки, килограмм, одну, потому что, упаковка, у нас, во всяком случае, там, где я даю рекомендации, упаковками дешевле, вот, упаковку ту, и упаковку ту, во всяком случае, они потом, как самостоятельная пряжа, пойдет, допустим, на шапку, если связать такую кофту, можно же варежки, шапку потом связать, смут из этого, ну, все, в общем, я считаю, что пряжа потом себе применение найдет, вот этот вот цвет, не говорила вам, из чего я буду вязать, 208, ангура голд, и, 142, супер лана тик, вот это будет моя работа, в общем, я себе буду вязать, из того, что у меня сейчас пока нету, но я бы рекомендовала, вот тоже, очень классная, вот на, на вот эту вот вещь, это из серии Ярнарт, Милана, так, состав у нас, 8% альпака, 20% шерсть, 8% вискоза, и 64 акрил, состав очень классный, на ощупь, тоже она очень классно, в работе, шикарная, есть небольшой пушок, такой, естественный, шерстяной, ну, в общем, как для мужской вещи, я еще, когда вязала этот капюшон, рекомендовала эту пряжу, метраж у нас там, 130 метров, в пяти, там, моточки по 50 граммов, вот, то есть, в 100 граммах, вот, эту пряжу, я рекомендую, сейчас еще гляну вам, это у нас, 267 цвет, вот, если вот этот капюшон, он тоже очень классный, для мужских, и цвет, и сама пряжа, и еще, я рекомендую, тоже, из бюджетной серии, полушерстяная, Ярнарт, Мирина, Делюкс 50, там, 280 метров, метраж, вот, и там, 50 на 50, 50 шерсти, 50 акрил, и очень хорошая, такая, приятная ниточка, не толстая, не тонкая, в общем, для вот этой вот вязки, тоже будет шикарнейшая, я считаю, тоже получится, теплая, мужская, цвета, там, такие мужские, утые пряжи, ну, и она, кстати, я говорила, с поставщиками, со складом, с девчонками, и они говорят, что вот эта вот пряжа, она очень давно, и она очень хорошо себя зарекомендовала, и она будет всегда, то есть у них одна пряжа появляется, пропадает, а вот есть вот эти супер ланы, вот это, кстати, вот это все, что я подобрала, это все то, что уже давно в обиходе, и пользуется спросом, вот, и всегда будет, вот, а те, которые у них экспериментальны, то есть, то нет, то попробовали, не пошло, да продали, вот, а это из той серии, которая, которая будет, да, и которая пользуется спросом, все, девчонки, значит, по количеству спицы будут 3 миллиметра, но я же говорю, мы это все будем разбирать далее, кто хочет присоединиться, ко мне, вот, значит, готовим нитки спицы, спицы, одной упаковки точно мало, две много, поэтому, если брать мотками, вот так сказать, то как минимум, хотя бы по 4 мотка, потому что взять по 3, это рискуем, что не хватит, понимаете, 600 грамм, 800 уже точно хватит, так что, вот так, вот так я вам могу сказать, точно, точно не могу сказать, вот правда, девчоночки, так что, пряжу приобретаем, Украина у нас, если хотите, если не хотите, ваше право, все полезные и нужные ссылки под видео в описании, я начинаю вязать первое видео у нас будет по поводу вот этого японского плеча, сейчас я подожди, я подняла все свои талмуды, книги, которые у меня есть, сейчас я попытаюсь это все сложить в своей голове, и предоставить вам самую простую версию, чтобы максимально упростить расчеты, вы знаете, что я это люблю, поэтому попробую мне супер умным языком, японское плечо вязать, а упрощенным, потому что я там рассматривала эти фотографии, там оно не по правилам связано, японское плечо, но это я вам буду рассказывать и объяснять уже потом, потому что я уже его чуть-чуть в своей голове пытаюсь разложить на составляющие, вот, поэтому максимально в воскресенье, я думаю, первое видео выйдет, ну, с этим японским плечом, а далее будем продолжать, еще вы мне, девчоночки, напишите, пожалуйста, с какой периодичностью вы бы хотели эти видео, чтобы вам было комфортно, да, чтобы я успела ответить и на вопросы, и как бы вы не спешили за мной, то есть, я так думаю, прикидываю, что это все у нас разделится, как минимум на 4 видео, потому что там есть такие ключевые моменты, как карман, молния, да, вот есть вещи, которые просто заслуживают отдельного видео, поэтому как минимум 4 видео будет, и я так думаю, что это раз в неделю, получается, что за месяц мы свяжем, как думаете, растянуто, да, в общем, пишите ваше мнение, или раз в 3 дня, вот, вот как вы думаете, как вам будет комфортно, вот сесть и связать раз в 3 дня, да, допустим, за 2 недели, либо растянуть, не спеша, как бы вдумываясь на месяц, вы мне напишите, я под вас построюсь, вот такие вот делишки, вот, я вас жду, мне интересно, очень как бы интересно повязать с вами вместе, вот, я надеюсь, что вы ко мне присоединитесь, ну, а на сегодня все, девчонки, с вами была Вика, школа рукоделия, всем пока-пока, всем пока-пока,